Зелёное дерби между Салаватом Юлаевым и Акбарсом невозможно описать словами. Вот уже несколько десятилетий подряд хоккейное противостояние Уфы и Казани – это нечто большее, чем просто игра. В разные времена счёт в дерби был разным, но что было неизменно, так это принципиальный характер матчей. К таким играм специально готовятся не только хоккеисты, но и болельщики. В соседней республике красивая игра. Как будто к брату пришёл, посидел, пообщался и ушёл. И сильнейшие команды, да. Это сопротивление сильных клубов Башкорстана и Татарстана. Далью с Акбарсом – это для меня очень важное событие, которое я никогда в жизни не пропущу. Мы стесняемся маленько, мы маленькие ещё. Первая игра, которую она идёт, но мы выиграем, я думаю, да? Два, скажи, да. Салават, чемпион, ура! Да! Ура! Если у тренерского штаба «Казанцев» голова по поводу состава не болит, то для Игоря Захаркина в последнее время эта тема необычайно актуальна. Частые травмы игроков вынуждают нашего наставника постоянно варьировать состав. Так случилось непосредственно перед дерби. Получившего повреждения в прошлой встрече Дениса Бодрова, заменил Константин Корнеев, который только восстановился после травмы и был сразу брошен в бой. Обе команды предельно осторожно начали матч, поэтому любой опасный момент болельщики на трибунах встречали гулом. Ну а единственный гол случился ближе к концу периода, когда Лепесто по-хозяйски проехал по чужой зоне и забил с пятачка 1-0. В перерыве зрители ожидали развлечения на любой вкус. Приятное околохокейное действие искусно дополнялось современной музыкой в исполнении духового секстета. По традиции в одной из зон активности расположился уфимский чародей Хаттабыч, который на этот раз вместе с болельщиками поучаствовал во всемирном флешмобе Манекен Челлендж. Второй игровой отрезок юлаевцы начали крайне неудачно и позволили казанцам не только сравнять счет, но и выйти вперед. Хорошо, что еще до перерыва уфимцы уравняли положение благодаря красивому голу Захара Арзамасцева 2-2. Я открылся вовремя и Саша Логинов хорошо пас отдал, мне оставалось подставить только. Она залетела. В заключительном периоде игра шла до гола. В этой настоящей мужской рубке крепче нервы оказались у хозяев. В концовке уфимцы получили пятиминутное большинство и сумели за это время оформить две заброшенные шайбы. Причем голы Хартиканина и Бодрова получились как под копирку, подведя черту под таким великолепным действом. Я думаю, что сегодня был праздник хоккея в Уфе. Я благодарен команде соперников и, естественно, нашей команде, которые ребята очень здорово поучаствовали в этом празднике и показали не просто качественный хоккей, но и атакующий хоккей с обеих сторон. Красивый матч завершился красивым событием. После игры сами Лепесто получил необычный подарок в виде глянцевого торта от известного уфимского кондитера Ольги Носковой. Она специально испекла сдобное изделие для нашего финского защитника за победный гол в матче с Новокузнецким Металлургом. Вообще я сама боленщица Слават Юлаева и как-то присутствовала на игре, где мы проиграли, и я написала в фейсбук о том, что в следующей игре победный, кто забьет победный гол, я обязательно подарю торт. И следующая игра с Металлургом из Новокузнецка мы выиграли, и победная шайба была у сами Лепесто. Ну вот, и пришло время подарить им. Финский нападающий юлаевцы в тему хартиканен в этот день также не остался без подарка. Болельщики вручили ему шляпу за хет-трик, оформленный в матче с нефтехимиком. В общем, первое в сезоне зеленое дерби получилось богатым на события. С нетерпением ждем продолжения. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хайкин и клуб Слават Юлаев.